всем привет с вами ольга в этом видео покажу новинку четвертого каталога faberlic это губная помада 3d поцелуй которая представлена в 20 оттенках она уже в текущем каталоге сегодня второй день получается каталога то есть у нас еще две недели и пять дней как действует он и можно будет приобрести эту помаду по акции то есть специальная будет цена бонус за покупки за каждые потраченные по каталогу 299 рублей вот можно будет взять помаду за 169 ну то есть чем больше раз мы по 299 потратим тем соответственно больше помад мы можем выбрать сложила я их вот такую упаковочку все у меня по артикулам по цветам по оттеночкам и сейчас будем по очереди как они идут в каталоге это все смотреть как будет выглядеть на руке я кстати буду говорить артикул который вот тут вот в каталоге написан а под видео вы сможете посмотреть артикул из каталога и рядом будет артикул пробника первый оттенок 44 001 называется он розовый вальс и вот так вот он переносится на кожу довольно плотненький то есть не могу сказать что он полупрозрачный без блесток мы такой имеет красивый оттенок сейчас довольно пасмурно но с другой стороны вот мне кажется цветопередача практически ну практически то что вот я сейчас вижу ну соответствует тому что я буду показывать следующий оттенок 44 002 роман для любимой вот я его нанесла буду так наносить поплотнее сегодня я между друг другу поплотнее по текстуре видите он менее плотный чем 1 такой скорее полупрозрачный оттеночек красивый и тоже я там не наблюдаю никаких блесток тенок 44 003 карамельная полька он более плотный чем тот который мы только что наносили предыдущий то есть вот этот вот поплотнее чем вот этот но менее плотный чем самый первый также нету блесток и такой очень приятный на мой взгляд глянцевый финиш идет оттенок 44 004 называется поп дива он в каталоге выглядит довольно спокойно в стике видите так поярче вот но сейчас посмотрим как он будет выглядеть на коже а он оказывается полупрозрачный и вполне даже себе спокойный яркий конечно но не такой вот как в стике стике уж совсем так что на коже выглядит он лучше но мне больше нравится по крайней мере 44 005 персиковая кантата тоже вот я его нанесла вот сюда с краю но не могу сказать что он плотненький скорее это полупрозрачный и вот так я смотрю на руку сейчас знаете они все помады дают такой глянцевый финиш и и вот первая самая вот это вот она все таки самая плотная из всего того что нанесено а вот эти вот больше на блески такие похожи знать как плотный блеск что-то типа того дальше оттенок у нас будет 44 006 весенняя баллада вот этот красивый похож на мой любимый секрет который идет такой вот розово розово-фиолетово-лиловый я знаю многие такие любят оттеночки и кстати тоже он довольно плотненький на красивый 44 007 королева диска вот этот оттенок совсем прямо прозрачный на фоне остальных я имею ввиду вот видите вот если что он вот здесь и у меня такое ощущение что там то ли что-то переливается то ли там есть блесточки не могу понять знаете по моему там все таки что то есть может быть оно совсем такие они мелкие незначительные но вот есть ощущение какого-то небольшого мерцания вот следующий яркий довольно оттенок ну по крайней мере в каталоге 44 008 ягодный свинк вот я его нанесла на руку он не особо плотный скорее полупрозрачный и вот знаете вот этот оттенок ягодный свинк и вот этот сейчас скажу персиковая кантата и ягодный свинк вот как раз они здесь друг под другом они наносятся не совсем ровно не знаю будет ли это заметно или нет но вот как с такими небольшими даже не то что проплешинами а как будто один слой когда второй начинаешь наносить на первую он свозит куда-то первым вот тянет как бы его за собой 44 009 страстный пламенка этот насыщенный оттенок достаточно такой и яркий и достаточно плотный тоже на фоне вот остальных такой прям красный красный дальше идет 44 010 миндальная увертюра вот этот оттенок мне понравился но на данный момент это один из тех оттенков которые я бы хотела приобрести вот но я пока еще честно ни одного оттеночка не заказала вот он не особо плотный то есть вот если сравнить среди этих всех пробничков которые у меня есть то такая середина то есть и не очень плотный но и не полупрозрачный оттенок такой натуральный бежевый карамельный и знаете вот он наносится хоть и полупрозрачную я вот не могу отметить что он тянется как пластилин или пляши вот хотя у некоторых я такое слышала не знаю с чем это связано или с пробником или может большая версия такая же вот но девочки говорили именно про пробник мне кажется довольно плотное такое нанесение ну равномерная даже скорее не плотная и оттеночек приятный дальше 44 0 11 медовая колыбельная называется такой оттенок у меня уже заказала подруга в полноразмерной версии пока не получила оттенок довольно плотный наносится он буквально в два касания здесь видите то есть он не полупрозрачный такой дает хорошее покрытие ну и приятный такой цвет приятненький 44 0 12 оттенок утренняя сюита вот так вот он выглядит вот я сюда нанесла с краю не особо плотный дает нормальное такое покрытие и очень приятный нежный цвет как я люблю то есть у меня вот этот фаворит теперь и вот этот вот пока вот эти два 44 0 14 малиновый джаз очень красивый вон гляньте какой и плотненький и цвет такой яркий и не полупрозрачный такой прямо очень классный жалко что я такие не могу носить помады я просто странно с ними выгляжу а так конечно оттенок просто шикарный дальше следующий 44 0 15 цветочная ария будем рядышком наносить так этот поспокойнее средней плотности он такой вот тоже тут нету не блесток ничего красивый артикул 44 0 16 брусничный этюд вот нанесла его в несколько касаний вот этот оттеночек довольно такой красивый не сильно плотный но и не полупрозрачный то есть такое что-то среднее теперь две помады два оттеночка которые уходят в такой вот фиолетово лиловый но без розового все-таки 44 0 17 лиловый ноктюрн вот он нанесен такой довольно плотненький хорошо наносится и так вот он хорошо заметен и еще один оттенок из этой гаммы 44 0 18 сливовый блюз вот я его нанесла вот сюда знаете он очень плотненький хорошо наносится и так хорошо заметен так скажем вот такой следующий 44 0 19 аргентинская танго я уж не знаю мне осталось три оттенка стараюсь их куда-нибудь вместить тоже плотный насыщенный оттенок красивый такой красный вот так есть отличие между вот этими так вот я сейчас смотрю этот более в алый уходит вот который я вам красный до этого показывала так 44 0 09 страстный фламенко он более алый аргентинская танго именно более в красноту в такую вот уходящая 44 0 20 артикул тропическая кумбия вот так вот он выглядит такой розово-оранжевый тоже он средней плотности но не могу сказать что он полупрозрачный то есть все-таки он имеет такой ну довольно выраженный пигмент и последний оттенок 44 0 21 осенняя симфония вот так вот он выглядит с такой оранжевиной и не очень он плотный то есть скорее полупрозрачный и когда мы его наносим то вот знаете первый слой слишком бледный а когда начинаешь дальше наносить вот он начинает тянуть предыдущий слой за собой то есть немножечко как вот проплешинки или полосит все-таки вот в этом вот оттенке присутствует нам обещают заметное увеличение объема губ вот при использовании этой помады 3d поцелуй так потом мощный антивозрастной эффект и глубокое увлажнение кожи губ и что касается моих ощущений могу сказать что есть небольшое такое присутствие как холодка какого-то распирания но незначительно но все-таки она есть и действительно небольшой совсем незначительный ну для меня по крайней мере визуальный такой объем губам помада действительно дает и вот еще раз посмотрите как выглядят оттеночки то есть на в одной серии они разные есть более насыщенные есть более прозрачные ну цвета такие красивые я думаю что есть из чего выбрать и я надеюсь что мое видео поможет вам сделать правильный выбор определиться с оттенком и сделает ваши покупки еще более приятными с вами была ольга на новых встреч всем пока